Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью-Рашморт. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня суббота, 12 августа 2023 года, 534 день войны Путинской России против Украины. Время 16 часов 27 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Вначале передаю всем привет от моего друга из ведущего этой рубрики, младшего лейтенанта сбровенных сил Украины Руслана Рогованова. Сообщаю, он жив, здоров, невредим, успешно выполняет боевые задачи, но пока принимать участие в передачах по ряду обстоятельств он не может. Ну, давайте мы и мы пожелаем ему здоровья, удачи, ну и, конечно же, победы. Ну, а теперь мы приступаем к нашему обзору новостей. Итак, на сегодня уже 253 тысячи орков нашли свой бесславный конец в Украине. Это явно не предел по той простой причине, что минувшей ночью был атакован снова Крымский мост, его атаковали 20 беспилотников. По данным местных пабликов взрывы были слышны в Новоозерном, где расположена большая военная база Российской Федерации. Ну, разумеется, россияне тут же написали, что все беспилотники были сбиты, все нормально, все хорошо, однако это не совсем так. Вот в данный момент вы видите кадры, как Крымский мост в дыму. Там сейчас, сообщаю, движение перекрыто. Официально сообщается, что Крымский мост не пострадал, ПВО отработало. Ну, да, конечно, там, разумеется, мы все это прекрасно видим, что, конечно же, Крымский мост, ну, разумеется, не пострадал. Это все совершенно очевидно. Я больше там вам скажу, что на данный момент стало, это наблюдали и даже отдыхающие на пляже, как вы можете в этом убедиться. Были слышны хлопки, все тихо обалдели. Я так понимаю, что россияне не в восторге от туристического сезона. По предварительным данным, мост был атакован зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом чуть позднее сообщила российская Минобороны. Но, знаете, дорогие мои, я не сторонник мистики, честно вам скажу. Ну, и стараюсь избегать подобного рода вещей, но у меня такое впечатление, что действительно в Россию вернулось августовское проклятие. Ну, судите сами. Российский Черноморский флот подвергается атаке украинских военно-морских беспилотников. Почти ежедневно сообщается об атаках украинских беспилотников. В результате чего простые россияне почувствовали вкус этой войны. Ну, по всей стране, я имею в виду Россию, идет совершенно беспрецедентный всплеск поджогов военкоматов. А также идут взрывы на промышленных предприятиях. И при этом август еще не закончился. Ну, что тут можно сказать, ребятки, удачи. И особенно, я хочу подчеркнуть еще одну вещь. В этом же августе, ну вот, пожалуйста, российский рубль. Он протестировал психологическую и важную отметку в 100 рублей за вечно зеленый доллар. И это, я подчеркиваю, это август еще не закончился. Россия ждет, ждут веселые времена, как я понимаю. Ну и в заключении, дорогие друзья, я хочу ответить на целый ряд многочисленных вопросов. Меня многие спрашивают по поводу вот этой публикации на Киевпост о том, что Украина якобы планирует отменить безвизовый режим с Израилем и исключить его из Рамштайна. Что я могу ответить по этому поводу, друзья мои? Дело в том, что меня насторожила в данной ситуации одна деталь, что это якобы эксклюзив был опубликован в украинской англоязычной газете, издаваемой в Киеве. Не самое популярное издание. Основно оно было в 95-м году американцем Джедом Санденом. И плюс с 2018 года у газеты имеется арабский инвестор. Но, понимаете, друзья мои, тут вот в чем дело. Меня настораживает, что никто это не опубликовал. И, как говорится, эта новость прошла мимо. Его тут же подхватило израильское, пророссийское издание. И да, есть такие в Израиле. Я имею в виду 9 канал. Я предлагаю... Давайте мы с вами подождем немного официальной реакции. Само издание, оно ссылается на свои источники в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Однако, почему эти источники поделились данной информацией именно с таким малозначительным изданием, мне не очень понятно. Я поэтому призываю вас, друзья, относиться к подобного рода информации очень осторожно. И давайте мы все-таки подождем реальных заявлений Офиса Президента. Потому что сейчас, я уже неоднократно говорил, рубить с плеча не нужно. Сейчас у всех нервы на пределе. И поэтому давайте будем очень осторожно относиться к подобного рода информации. Сейчас главное перемога. Разум да перемог. Слава Украине! Подписывайтесь на канал Нюрашворд. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. И до встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok